Здравствуйте, дорогие студенты! Мы сегодня начинаем, мы сегодня продолжаем курс профессиональной психологии. Курс лекции для студентов Ташкетского государственного аграрного университета. Тема сегодняшней лекции называется «Профессиональная память. Дисциплина профессиональной психологии». Лекцию буду вести я. Меня зовут Мухаммеда Улан-Анваровна. Я ассистентка кафедры физическая культура и спорта. В конце этой лекции вы должны узнать, что такое память, из каких частей состоит, что надо сделать, чтобы разиться память, персональное становление, какую роль играет память. Соответственно, мы рассмотрим следующие темы. Общее понятие о памяти и классификации. Второе. Этапы памяти, как мы запоминаем, виды памяти по запоминаниям, и роль памяти в профессиональной деятельности. Общее понятие памяти и классификация. Память. Память. Это познавательный процесс. Насколько мы быстро запоминаем, и надолго сохраняем необходимую информацию, и воспроизводим, зависит успех в любой деятельности. Память. Это психологический процесс, который, которым обладают все люди. Но в той или иной степени у кого-то это качество развито более, более развито, чем по отношению к другим. Память состоит из следующих основных частей. Первое. Воспринимать. Мы воспринимаем информацию с помощью анализаторов. Их пять. В поверхности анализаторов расположены рецепторы. Роль рецепторов превращение динамических энергий в биологическую. Воспринимаем информацию. Первое. Второе. Сохраняем и запоминаем. Третье. Это воспроизведение. Этапы сохранения информации. Как сохраняете информацию? Первый этап это сенсорная память. Сенсорная память. Начало процесса запоминания. Длительное сохранение информации в сенсорной памяти продолжается от 250 миллисекундов до 4 секунд. Различает пять видов сенсорной памяти. Зрительное. Слуховая. Обаятельная. Токтильная. Вкусовая. Мы пока эту информацию не запоминаем. Но этот процесс называется оперативной памятью. Уровень оперативной памяти. Оперативная память у некоторых людей продолжается до несколько 10 секунд. Следующий этап это кратковременная память. На уровне кратковременной памяти поступает практически все, что привлекает наше внимание. Но задерживается там очень недолго. Порядка где-то 30 секунд. Именно это время необходимо уроку, чтобы начать обработку полученных данных и определить степень их нужности. Для более длительного сохранения информации, более 70 минут, необходимо поддержание сосредоточенного внимания, которое и является сигналом нужности информации. А сбой в области внимания приводит к явлению, которое называется замещением. То, что замещается информация, та, которая была замещенной, полностью теряется от памяти. Следующие это долговременная память. Это склад разнообразных данных, которые отличаются практически бессрочным хранением и огромным объемом. Иногда, например, студент перед экзаменом жалуется, что столько всего просто невозможно запомнить. А так информации слишком много, голова буквально переполнена и больше не лезет. Но это как бы считается самобманом. Причем потому, что мы не можем сохранить информацию в долговременной памяти. Не потому, что там нет места, а потому, что мы неправильно запоминаем. Для того, чтобы запомнить, существуют условия запоминания. Первое это включенная деятельность. То есть то, что вы увидели, то, что вы услышали, вы должны попробовать его в деле. Следующая осмысленность. То есть вы должны какую-то включить мыслительные способности. Для того, чтобы это условия запоминания. Следующая обработанная информация, которая имеет смысловые ассоциативные значения. И имеет взаимосвязь уже там имеющейся информации. То есть взаимосвязь, то, что мы знаем. Особенности долговременной памяти. Долговременная память делится на два условия. Верхний слой и нижний слой. Верхний слой, где хранятся часто используемые знания, для их припоминания, не требуются усилий. Они как бы всегда под рукой. То есть каждый день вы пользуетесь этим. Следующий это нижний уровень. Нижний уровень, на котором находится закрытая информация, которая давно не использовалась. Поэтому оценивцы в мозгах малозначимые и вообще ненужные. Для ее припоминания требуется усилие и специальные, мнимические, связанные с процессами памяти действия. Виды памяти по запоминаниям. Существует четыре вида памяти по запоминаниям. Первая – образная память. Вторая – моторная или двигательная память. Третья – эмоциональная память. Четвертая – словесно-логическая память. Виды памяти по запоминаниям. Различают призвольную и непризвольную память. Посмотрим непризвольную память. Мечты каждого школьника и студента, чтобы знали и запоминали сам по себе, без всяких усилий – это непризвольная память. Действительно, очень много информации, так и запоминаете, непризвольную. То есть, без волевых усилий. Но, чтобы включился механизм непризвольной памяти, необходимо важные условия. Запоминаете непризвольно то, что привлекло ваше непризвольное внимание. Это яркая, сильная и необычная информация, громкие звуки, сильные вспышки, фантастические картины, жизненно важная информация, которая связана с здоровьем. То есть, ситуация связана с угрозой для жизни и здоровья самого человека и его близких, важные ключевые события в жизни и так далее. Данные связаны с интересными увлечениями и потребностями человека, эмоционально окрашенная информация, то, что непосредственно связано с профессиональной или включается в трудовую творческую деятельность. Произвольная память – это, прежде всего, специальные приемы запоминания. Их еще называются приемами мемотехники по имени древнегреческой музы памяти немалозвийной. Роль памяти профессиональной деятельности какую роль играет для профессиональной деятельности психологический процесс памяти? Одной из ролей памяти деятельность человека показалось, что благодаря памяти человек в состоянии накапливать информацию не теряет прежних знаний и навыков. Без памяти невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества. Благодаря своей памяти и совершенствованию человек выделил из животного царства и достиг тех высот, на которых он сейчас находится. Недоцентная память профессиональной деятельности может привести к оправданным посредствам для карьеры. Для каждой профессии имеется ряд характеристик памяти, которые нужно прозвать, чтобы она становилась гибкой и увеличивалась от ее запоминаемой информацией. Память есть процесс организации и сохранения прошлого опыта, делающий возможным его повторное использование в деятельности. Профессиональный опыт хранится в долговременной памяти, но в основном профессиональная деятельность опирается на оперативную память, которая органически включена в эту деятельность. Благодаря этой лекции мы коротко узнали, что такое психологический процесс памяти, из каких-то частей состоит, какие структуры имеются, классификация памяти рассмотрели, что необходимо для того, чтобы совершенствоваться профессиональной деятельности. в конце этой лекции в платформе имеется задание, которое надо решить и отправить, для того, чтобы получить баллы. Спасибо за внимание. Будьте здоровы.